Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Берегите сердце. В день борьбы с инсультом в Барнауле прошла масштабная профилактическая акция. Взоветесь кострами. Сто лет сегодня исполняется комсомольскому движению. В десятке лучших по стране. Редакция наших новостей и наша коллега вошли в число победителей всероссийского конкурса журналистов «Семья и будущее России». В режим повышенной готовности на федеральных трассах перевели дорожные службы края. Причина ухудшения погодных условий. В связи с понижением ночных температур до минусовых, особенно на мостах и путепроводах, возможно образование наряде. В связи с этим водители просят отправляться хоть только на автомобилях, полностью готовых к передвижению в зимних условиях. Круглосуточно контролировать ситуацию на трассах региона будут диспетчерские центры, подрядных организаций и Центр управления автомобильных дорог «Алтай». Как сообщает официальный сайт региона, к зиме дорожники готовы. На базах сформирован запас реагентов. Для очистки федеральных трасс можно задействовать более 350 единиц дорожной техники. Контролировать ситуацию в нашем регионе и республике Алтай будут 100 камер фото-видео фиксаций. В селе Топольное Хабарского района продолжает действовать карантин по бешенству. Недавно на улице Школьной этого населенного пункта выявили больных опасным вирусом животных. Постановление о введении ограничительных мероприятий подписал губернатор Виктор Томенко. Реализацией их занимается управление ветеринарией края. Во время карантина запрещается ввозить и вывозить животных с территории, проводить какие-то мероприятия с их участием. Карантин вводится на срок, необходимый для ликвидации очагов заражения. Напомним, в середине сентября ограничительные мероприятия по бешенству ввели на территорию села Краснощоково. И подобные меры периодически применяются в разных населенных пунктах края. Сегодня в Барнауле прошла масштабная акция, посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом. Ежегодно это заболевание поражает до 6 тысяч жителей нашего региона. Во время профилактического мероприятия жителям рассказали о том, как распознать первые признаки инсульта. Тему продолжит Валентина Аскерова. Барнаульский Арбат. Сотни горожан, несмотря на предзимний мороз, выстроились в очередь, чтобы бесплатно проверить свое здоровье. Избыточный вес, повышенный холестерин, резкие скачки артериального давления, злоупотребление алкоголем. Все это факторы риска, поражающие сердечно-сосудистую систему и, как следствие, приводящие к инсульту. От болезни страдают чаще всего пожилые люди. Кстати, их сегодня на Барнаульском Арбате собралось больше всего. За этим месяц надо питься, а здесь экспресс. Довольно быстро, да? Скажите, насколько важно вообще посещать такие предприятия? В нашем возрасте важно следить за холестерином, за сахаром. Самая главная наша задача, как врачи, вам подобраны такие препараты, чтобы не было резких скачков давления от сильно высокого, но сильно низкого. Именно в эти моменты, резкие скачки, происходят все хорошие вещи в виде инсультов и инфарктов. Ежегодный инсульт поражает от 5 до 6 тысяч жителей Алтайского края. Около 2 тысяч уже никогда не восстанавливаются. Они нуждаются в пожизненном уходе. Определить наличие инсульта может не только медик. Сделать это способен любой человек. Для этого достаточно пройти тест. Предлагается улыбнуться. Если мы видим опущенный один уголок рта, то есть несимметричную улыбку, мы говорим, что это первый признак. Далее мы просим человека вытянуть вперед руки и закрыть глаза. Если одна из рук опускается непроизвольно, и человек этого не замечает, мы можем подозревать, что у него развелся паралич в руке. И третье – это речь. Если она смазана, либо человек не может говорить, это третий признак. Если присутствуют все три признака, то это действительно инсульт. И нужно незамедлительно вызывать скорую помощь. Кстати, главный решающий фактор для спасения и возвращения к привычной жизни – время. Помощь при инсульте должна быть оказана в течение полутора-двух часов. Если дольше, последствия патологии могут быть необратимыми. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. Продолжаем выпуск. Родители детей-инвалидов в Барнауле вышли на долгосрочный пикет. Сегодня протестную акцию они провели у здания правительства Алтайского края. Уже больше года родители детей-инвалидов требуют от краевых властей выполнить решение суда о предоставлении им положенного по закону бесплатного жилья. Нуждающиеся они однократно выходили на митинги. В частности, пикетировали здание краевого ЗАГСобрания, регионального жилищного управления. Теперь участники намерены добиваться справедливости у стен краевого правительства. Очередь не движется, все стоит на одном месте. Там где-то тысячу детей, и ничего стоит, все колом. Мы как стали 519-й на очереди, так и все, очередь и стоит. По словам Василия Стойко, на этот раз митингующие вышли на долгосрочный пикет. Они намерены стоять с плакатами у здания правительства, сменяют друг друга до тех пор, пока власти крайне вмешаются в решение проблемы. Сегодня исполняется 100 лет комсомольскому движению. Ровно век назад был создан Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. И для многих этот день по-прежнему остается красным днем календаря. Ирина Корчагина встретилась с людьми, которые уже никогда не смогут расстаться с комсомолом. Вот это тоже вот второй отряд. На этих фотографиях Стелле Штань 14 лет. Сегодня она вспоминает свои студенческие годы. Штань, как и многие видные политики, управленца и бизнесмена Алтая родом из комсомола. Стелла Ивановна говорит, самые яркие страницы жизни связаны с коммунистическим движением. Верные друзья – начало карьеры. Я, к сожалению, сама заставляла на газету «Комсомольская жизнь» подписываться, когда была секретарем юридического факультета. Исключение с комсомола могло порушить судьбу. К сожалению, да, это было такое. Но могли даже выгнать, например, за то, что читал Солженицына или слушал «Машину времени» в тот период. И такое могло быть. Пусть знают потомки, чем жили мы, о чем мечтали. На этих кадрах 1968 года в Барнауле закладывают письмо комсомольцам 2018 года. Капсула с посланием в виде космической ракеты. Внутри – боевой комсомольский привет, заветы беречь и достижения революции, помнить подвиг целинников. В этом зале на собрании в чьей столетии в ЛКСМ сидят люди, которые помнят тот дождливый день 1968 года. Среди них есть и те, кто писал это послание. И все полагали, что если мы развиваемся такими темпами, а что же будет через 50 лет? И очень такие примечательные слова, которые сегодня как заноса в сердце. Мы там писали, мы завидуем вам, кто будет жить в 2018 году. Память, воспоминания о великой стране, о том, о чем мы мечтали. Действительно мечтали о космосе. Кто-то хотел стать инженером, кто-то врачом. Этой осенью, спустя полвека, капсулы извлекли. Сейчас письмо находится в Алтайском краеведческом музее. На днях там открылась выставка «Комсомольцы беспокойные сердца», которая будет работать до конца года. Под витриной билеты и значки первых членов ЛКСМ. Комсомольские выпилы и знамена, плакаты, фотографии, всего около ста экспонатов. Выставка позволяет посетителям познакомиться с историей, с основными направлениями деятельности комсомольской организации. Представлены как фотографии, членские билеты, значки, медали. Сегодня ЛКСМ все еще жив, считают бывшие комсомольцы. Возрождаются стройотряды, десанты, волонтерские движения. Но повторить ту эпоху и тот настрой молодежи не получится, наверное, уже никогда. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. В Алтайском крае стартовал второй сезон фотопроекта «Герои с нашего двора». Акция направлена на продвижение спорта среди детей. Суть проекта – размещение на улицах города баннеров с фотографиями юзно-юных спортсменов от 9 до 17 лет, которые имеют звание мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. Отметим родоначальник такой акции – Новосибирск. Позже инициативу подхватили другие регионы страны. Алтайский край акцию впервые провел в марте этого года, и тогда к ней привлекли 140 юных спортсменов. Сейчас, надеются организаторы, проект задействует большее количество участников и выйдет на новый уровень. Однозначно у него нет конкретного времени. Вот сколько мы посчитаем нужным героев развешивать, сколько у нас хватит ресурсов, времени и возможностей, как говорится, он будет существовать. Дальше идет тренер с нашего двора, затем у нас идет сила традиций. А волейбольный университет будет биться за шестерку сильнейших. Именно такую задачу перед командой ставит главный тренер Иван Воронков. Пока же студенты только набирают форму и теряют ценные баллы. В клубе просят болельщиков не паниковать и обещают, что еще будут поводы для радости. Кирилл Политов посмотрел, как студенты оппонентов из Нижнего Новгорода экзаменовали. Это пятая партия решающая. До этого хозяева паркета взяли две, затем отдали две. Чашу весов в свою сторону удалось склонить буквально на краю пропасти под названием обидное поражение. 3-2, словно испытание на стойкость и заодно проверка нервной системы болельщиков. Я думаю, команда устала очень сильно. Мы после игры с Искрой приехали и практически без выходных тренировались. И измотались немножко, мне так кажется. И сегодня утром тренировка, тоже немножко загрузились. Ребята молодые, скоростная игра. Но мы выстояли. Университет пока лихорадит. С выездного вояжа по маршруту Грозно-Денцова удалось привести одну победу. Вот в этой серии из двух поединков с Нижним Новгородом добыли тоже одну – подача и еще раз подача. Залог успеха, уверен рулевой студентов Иван Воронков. Вот только с этим компонентом у барнаульцев есть проблемы. Обещают доработать. Две партии сложились на первый взгляд легко. Но они легко только потому, что мы сделали очень мало ошибок в подаче. Мы хорошо принимали. Естественно, был хороший съем. Затем в третьей партии пошла череда ошибок. В первую очередь в подаче. Мы начали ошибаться. Мы не подали, по-моему, 6 или 7 подач. А это для одной партии очень много, согласитесь. Череда встречи за Кубок страны, перелеты, переезды, серьезные нагрузки на тренировках. Как в таких ситуациях говорят профессионалы, наелись, подустали. Есть такое дело на общей. Общие кондиции, конечно, не самые лучшие, но набираем потихонечку ход. Так получилось, что к чемпионату подошли. Кубки сильно хорошо отыграли. Потратили много эмоций, блин, маленько начали, как бы тут с травмы. В обойме у Ивана Воронкова есть, пожалуй, главный козырь этого сезона. Филипп Воронков пока же втягивается, набирает физическую форму. До этого полгода не тренировался. Возможно, поможет в ближайших выездных встречах против Стерли, Тамака и Тюмени. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. Более 200 юных театралов из разных регионов Сибири съехались в Алтайский край. На родине актер Валерий Золотухин в селе «Быстрый Исток» сегодня стартовал четвертый фестиваль детского театрального творчества «Исток», которому в этом году присвоен статус межрегионального. Мероприятие продлится три дня. Наряду с коллективами Алтайского края свое творчество продемонстрируют ребята из Омской области, Республик Алтай и Тыва. Сегодня на сцене культурно-досугового центра юные театралы представили спектакли по произведениям Пушкина, Носова, Захадера, Роальда, Даля, Шукшина и Рождественского. Во вторник выступят чтецы, ораторы, актеры, авторы рассказов и вокалисты. В этом году их впервые включили в программу фестиваля. Также пройдут мастер-классы для руководителей по режиссуре и выбору репертуара. Жюри фестиваля возглавила председатель культурного фонда Валерия Золотухина, актриса Ирина Линд, она прилетела на Алтай вместе с сыном Иваном Золотухиным. И еще одна приятная новость. Корреспондент нашей редакции Елена Кузовкина стала победителем Всероссийского конкурса журналистов «Семья и будущее России». Он проходил в Москве при поддержке фонда Андрея Первозванного. Подведение итогов состоялось в конце прошлой недели. Все финалисты были приглашены на торжественное вручение премии в столицу. Свои заявки на участие в конкурсе по четырем номинациям «Радио, интернет, печатные издания и телевидение» подали представители СМИ из 77 регионов страны. Все материалы на семейную тематику. Елена представила на конкурс серию своих сюжетов о необычных семьях Барнаула. По результатам отбора среди экспертов были преподаватели журналистики МГУ, представители крупных федеральных каналов, Краевое агентство информации, программа «Наши новости» попала в десятку лучших телевизионных редакций страны. А Елена Кузовкина получила специальный денежный приз. Когда мне вручали этот диплом, один из организаторов конкурса так тихо, почти на ухо шепнул «Спасибо вам». Не все региональные каналы позволяют себе вот так по-доброму рассказывать просто о счастливых семьях, без проблем, без чернухи. А мы это делаем, и мне сказали за это огромное спасибо, что у вас в эфире находится время для таких вот сюжетов красивых, добрых, позитивных. И в завершении выпуска погоды спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Не знаете, какой пустырник выбрать? Выбирайте пустырник «Форта Эвалар». С алтайским пустырником и более высоким успокаивающим действием. Пустырник «Форта Эвалар». Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В большинстве районов края синоптики обещают дождь, в отдельных территориях возможен даже снег. В Олейске днем около 8 градусов тепла, плюс 6 в Бийске и Тальменке и всего 3 градуса выше нуля в Славграде. В Барнауле ночью плюс 3, днем до 8 выше нуля. Юго-западный порывистый ветер и дождь. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Все новости к этому часу. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok